Ставрополье Работающие в комплексе Это наличие горячей линии, куда любой человек, у которого возникла проблема, в состоянии дозвониться И наличие волонтеров, которые в состоянии прийти к человеку и на месте помочь ему настроить телевизор или подсоединить какое-то устройство То, что мы видим в Ставрополе, показывает, что работа организована очень хорошо, очень эффективно Руководство края и города уделили большое внимание волонтерской работе Были собраны сотни студентов, СУЗов и ВУЗов, которые прошли специальное обучение Они обходили по квартире на все дома, общались с жителями и при необходимости помогали с подключением дополнительного оборудования при переходе на цифру Особое внимание волонтеры уделяли льготным категориям граждан – пенсионерам, ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям График, можно сказать, ненормированный, поскольку иногда выдаются разные адреса в разных уголках города И, допустим, когда успеваешься с учебой, то можно, конечно, побольше проехать номеров А если с учебой, там, ну, в день, если взять средний номер, ну, примерно в день 3-4-2 Вот так, когда как получается Еще иногда будут походные условия неблагоприятные, приходится это как-то тормозить Ну, и как бы и в дождь, и в снег все равно пытаемся обойти побольше людей Отметим, что в Ставропольском крае 68 вышек теле- и радиовещания Наземным цифровым телевидением охвачены почти 3 миллиона жителей региона Но 141 населенный пункт не попали в области наземного вещания По распоряжению главы края были проведены переговоры со спутниковыми провайдерами Чтобы последние снизили цену на покупку и установку оборудования У нас в первом этапе было около 8 миллионов человек, во втором этапе около 40 миллионов человек А количество залпов на федеральную горячую линию примерно такое же То есть это означает, что острота, она значительно ниже Но при этом мы прекрасно понимаем, что наша задача заключается в том Чтобы у нас не было ни одной семьи, которая бы стала испытывать проблемы или сложности из-за отключения аналога По итогам этой работы замминистра связи России Алексей Волин провел заседание в правительстве края С помощью онлайн-трансляции он проверил обстановку во всех районах Ставрополья Добавим, до 25 апреля на аналоговом вещании будет круглосуточно транслироваться ролик с инструкциями, как перейти на цифровое ТВ Также продолжает работать телефон горячей линии 8 800 1768 Алексей Кравченко, Никита Чуб, АТВ Ставрополь